Вот у нас в недельной главе народа Израиля отправляется в страну Израиль. Если вы следите за новостями, президент Байден занимает очень последовательную политику с предложением создать два государства на территории Палестии, Израиля, еврейское и арабское государство. Ну так, если посмотреть по территории, это и смех, и грех. Я говорю, это примерно как создать на территории Крыма два государства. Вот предложение. Но дело даже не в этом. Кстати, есть очень интересное развитие событий в Европе. Как раз Европа, как правило, была всегда такая очень, как бы, играла в либерализм. Но на этот раз, если вы обратили внимание, в конце прошлой недели европейский парламент, представительный парламент, принял решение о том, что Израиль должен прекратить военные действия в Газе при следующих условиях. Если Хамас, если Хамас сложит оружие, то есть капитулирует, если он до этого выдаст всех заложников. То есть, это практически наша позиция. Что такое уничтожение Хамаса? Это то, что он сложит оружие, признает свое поражение. И выдаст всех заложников. В этом смысле они даже не говорят о создании двух государств на этой лоскутной территории. Байден примерно в вопросе прекращения военных действий занимает ту же самую позицию. Но у него в конце, как достижение всего этого, это создание двух государств. Ну, откуда европейцы так поняли ситуацию, я думаю, они научились на нашем опыте. То, что называется 7 октября прошлого года. Я не очень люблю 7 октября, потому что на самом деле это Симхат-Тура, Шминя-Ацер, это дата еврейская. Ну, пусть в мировое сознание это вошло как 7 октября, пусть будет 7 октября 22-го года. Европейские страны увидели это беспредельное барбарство. Это, пожалуй, каннибальское поведение арабов, мусульман. И они очень быстро и с легкостью спроецировали на самих себя, поскольку в Европе сейчас около 60 миллионов мусульман. И они поняли, что их ожидают. Так что, как всегда, евреи научили на собственном печальном опыте другие народы. Поэтому, как вы знаете, в Нидерландах, Голландии пришло в власти правое, так называемое правое правительство, которое просто прогласило очень жестокую позицию, политику в отношении мусульман. И другие государства тоже принимают решения, законы о высылке. То есть, каждый мусульманин в определенных странах, который ведет себя насильно и нарушает законы государства, подлежит высылке обратно в Руанду или откуда они там прибыли. Так что, я говорю, очень показательно, что мир учится на нашей крови, на наших несчастьях. Я думаю, и во время Второй мировой войны, когда, наконец, до мира дошло свидетельство массового уничтожения евреев, как-то положение в мире изменилось. Поняли, с кем они имеют дело и насколько это украшает не только евреям, но если такой варварский подход в отношении еврейского народа, в конечном счете он будет и для всех других людей. Но я не об этом сегодня, а как раз об идее создания в Эр-Исраиле еще арабского государства. Вот я, конечно, не рекомендую смотреть всякого рода ютюбы, вы должны учить старую. У меня есть такая программа, спрашивают у арабов, здесь в Эр-Исраиле, особенно те, кто живут в Газии, или в Иудее, и Шамроне, вот как они видят свое право на то, чтобы жить в этой стране. И они говорят, ну как же, это Фалестин, это наша земля, наша исконная арабская земля. И как мы знаем, это понятие Фалестин, оно надуманное. Тут я хочу несколько раз ввести в курс дела. Дело в том, что, как мы знаем, фалестимляне жили примерно во времена Абрама Абину. Ну, мы встречаем их, да, плички, встречаем их они в Аждоде, в Агазе, в Ашкелоне, Абрама Абину, Исхак, встречаются с ними. Потом мы уходим в Египет, и уже никакого, когда возвращаемся, никаких плички нет. Все, кончилось. То есть примерно в 13 веку плички у вас, может, жили кое-где какие-то там осколки, но как какой-то организованного народа их уже не было. Кончилось существование. И вообще, плички, с точки зрения всех в египетских документах тоже, они проявляются как народы моря. То есть, которые пришли из-за страны греческих островов, прежде всего Крита, из-за, была такая микейская культура, из-за Греции. Ну, как всегда, вы знаете, проверяют связь какой-то культуры по остаткам гончарного производства, всякого рода там гончарные изделия. Совпадает действительно то, что было и в этих районах, в Ашкелоне, в Ашдоде с того периода. Это все относится к, действительно, к камикенской, так называемой, культуре. И, кроме того, сейчас ведь можно провести анализ ДНР. То есть, находят захоронение времен этих плички, кости их, очень хорошие материалы для проведения ДНР. И, совершенно очевидно, они не относятся к ДНР жителей этого района, семитам. Они связаны, действительно, с теми людьми, которые жили в Греции и в Италии. То есть, пришли народы. Это Аплештим. Я говорю, таким образом, два момента. Во-первых, они не жители этого района, а пришельцы, были Аплештим. И вообще, они как бы к XIII веку, XII веку, когда мы вернулись из Ары-Тесрая, уже они нигде не упоминаются. А как вообще мир знает Аплештим как нечто актуальное, как какой-то народ? Это у нас в Анахе написано. Это у нас в Таре написано, понимаете? И в Таре они узнали, что были Аплештим. То есть, где-то на каких-то там, я не знаю, каких-то списках или каких-то скалах есть что-то в Египте, что расшифровывается как Аплештим. Но если бы они не знали, мир не знал бы, что да, действительно, у нас в Таре написано, что были Аплештим, то не знали бы даже, как это расшифровать. Какие-то там три буквы, П, Л, Шин, что это такое? Как бы вообще единственный народ, который вел действительно летопись своей истории, это народ Израиля. Который не только вел, но и передавал, и сохранил. То есть, видите, мы единственный народ, которому можно сказать, что было 4 тысячи лет назад с нами. Невероятно. Поэтому эти люди, которые проводили опрос, очень интересно, да, спрашивают по-английски, очевидно, они, те, кто спрашивают, это евреи, конечно, патриоты еврейского народа, но они американцы, поэтому им легко прикидываться, как будто бы они такие независимые американские исследователи, и спрашивают этих арабов, заходят, попадают прямо так, скажем, в Рамалу, и в Газии, я вряд ли думаю, ну, в Рамале, там, в Шхеме, спрашивают, вот, значит, что, как бы, какое будущее ожидает евреев, вот, если, предположим, если вы, как бы, наконец, захватите вот эту территорию, что их ожидает, да? Ну, они говорят, да, мы их изгоним, конечно. Так, они не говорят, что мы их убьем, да, ну, скажем, те, кто не успеем убить, тех мы изгоним, по рецепту 7 октября. Вот это наше будущее. А почему? Да потому что это наша земля. А откуда это ваша земля? Потому что это Палестина, а Палестина принадлежит палестинскому народу. Мы палестинские арабы. Откуда вы палестинские арабы? Ну, как же? Эта земля называется Палестин, поэтому мы палестинские арабы. По, как бы, если проследите по аналам, по газетам, когда появилось понятие палестинский народ после войны 67-го года. До этого не было вообще никакого упоминания о палестинском народе. Почему? Потому что это действительно какие-то пришли арабы. Но вот придумали это. Почему? Пока Иордания оккупировала Иудею и Самарию, Иуда и Шамрон, а Египет оккупировал Газу, они вполне могли там создать арабское государство. Но ни в коем случае арабы никогда не отдают. С одной стороны, они тех арабы держали за чужаков, не давали им никаких гражданских прав. С другой стороны, они не создавали им какое-то государство. А вот когда это, наконец, оказалось в нашей власти, вдруг появился палестинский народ. Теперь палестинский народ, как мы знаем, откуда появилось, все понятия, пличным, я говорю, вообще исчезли из карты истории, из упоминания всех документов до XII века. Народ Израиля, сейчас мы говорим об этом, еще об Инун, приходит в Аэрт-Исраиль. Там есть эти народы, которыми надо бороться, к Наням, Ивусеям. Никакого там упоминания пличным уже нет. Но вот когда англичане, к сожалению, извините, когда римляне нас разгромили после восстания 70-го года, новой эры, они настолько нас ненавидели, вот эти римляне, что им даже одно упоминание Иудеи или Израиля было невоносимо. Представляете, какой звериный, можно сказать, ненависть. Поэтому они придумали, как назвать эту землю. Они называли ее Палестин. То есть они узнали из Танаха, что было здесь когда-то Плиштим, до того, как пришли евреи. И поэтому они назвали это Палестин. Откуда это появилось Палестин? Несуществующий народ, на несущущей земле, придумали римляне. Но видно, что из документов и переписки они по-прежнему называли это название Иудея. Было очевидно, что если они будут пользоваться понятием Палестин или как Палестина, как это по-латински звучит, то никто бы не понял вообще, о чем идет речь. Потому что такого народа нет и такой земли нет. Представляете, я говорю, такая ненависть, чтобы придумать другое название, лишь бы какое-то совершенно нерациональное, совершенно неадекватное, лишь бы только не называлось Иудеи. И потом, как мы знаем, Римская империя раскололась в V веке новой эры. И поэтому это была Византия. Ну, это стала территорией Византии вообще. В картах вообще уже пропало упоминание Иудеи. Была Византия, хотя евреи там жили. Евреи там жили, как я вам говорил, видно из-за Мишна, Рабью да Анаси. Это второй век новой эры уже, то есть 200-й год. А потом мы видим из Геморы, вот мы с Минахом и Мучим, мы говорим уже в 3-4 веке, приезжают мудрецы из эры, из Исрая, в Вавилон, и говорят, вот как они считают, как они как бы относятся к каким-то галактическим проблемам. Есть евреи, есть евреи, есть какие-то, что делали римские колонизаторы, а потом по их свидам Византии, на самом деле это как бы западная Византия, это было продолжение Римской империи, они насаждали там другие народы. Вот такая у них политика. Насаждать и вытеснять другие народы. Я знаю это по Латвии. Когда Россия, русские, хотели захватить Латвию, превратить ее в российское государство, они строили там большие заводы, которые требовали дополнительной рабочей силы и заводили русских. Сейчас в Латвии есть почти что половина русскоговорящих. Правда, там русскоговорящие, они достаточно умные, чтобы сообразили, что никакая связь с Россией им не поможет, поэтому они так... Я в Латвии в этом смысле был поражен, когда я приехал. В мое время латыши не говорили по-русски, а русские не говорили по-латышски. Почему? Латыши ненавидели русских как оккупантов. Они называли русский язык «сунью волода», я говорю по-латышски, собачий язык. Нет, я люблю русский язык, но так они называют. Поэтому они принципиально, если ты к мне обращался в магазине по-русски, они не понимали тебя, оккупанты. Дело в вид, что не понимали. Да, дело в вид, что не понимали. А сейчас они, русские, это как бы возможные туристы, поэтому как сервис они понимают, вдруг латыши понимают русский. А русские говорят на неплохом латышском языке. Таксисты, как правило, русские. Все они говорят по-латышски. Но это не важно. Но завозили русских. И то же самое интересное, откуда Сталин научился этой политике, вытеснение местных жителей. У Рима, а еще на самом деле, еще у Новохаднецера. Новохаднецера и до этого была такая политика. Интересно очень. Переселение народов. Запросто. Ты не хочешь говорить, что это евреи, они смутьяны, они мунтуют, давайте мы их отправим куда-то в другое место, а вместо этого приведем другие народы. На самом деле требует очень большой, как у нас говорят, логистики, организационные, собрать весь этот народ, выселить, привести другой народ и прочее. Смотрите, были способны это выполнить. Такие большие задачи. Ну, в любом случае, фелиссимилиан, плички, к тому времени, когда мы Шарабейн и Шуабинун вернулись, и говорится, это просто не упоминается, их уже нет. Почему? Когда говорят, что когда самое там, вот что произошло. А кто были? Кнаню. Спрашивают в этом вопросе, опроси эти вот американские евреи, спонты, американцы спонтами евреи, они говорят у этих арабов, которые говорят, мы палестинцы, это у нас древняя страна, и все. Они спрашивают очень простой вопрос. А вот вы назовите каких-нибудь известных палестинских царей того времени. Если вы народ, то у вас должна быть история, у вас должна быть историческая память, у вас, наверное, были цари какие-то палестинские, я не знаю, какие-то князья, и все. А если иерархат, никого не знают, там уж ничего не было. Мы можем им сказать, кто были Плещтимы, у нас старе написано, Адимеллах был там, и сказано Сраней Плещтим, какие-то князя палестинские, все это нам известно, как они назывались, все это известно. А они сами ничего не знают, потому что у них это все придумано, настолько это вот. И по-прежнему они в это верят. То есть их носом, вот эти самые американские евреи, носом их тыкают. Вы же не знаете, кто у вас был вообще в Палестине. Что это было? Если вы говорите, что это был народ, народ, это государственное образование, это культура, это литература, это какое-то наследие. Но это примитивно, спрашивают каких-то людей, лавочников на улице. Понятно, ничего не знают. К сожалению, наши евреи местные тоже особенно много не знают. Но это у нас есть, это можно узнать. А им даже, если они захотят, они ничего не могут узнать, ничего у них не написано, нигде не сказано. Не было такой Палестины. И вот поражаешься, насколько могут верить люди, скажем так, арабы, насколько могут верить вранью. То есть совершенно придуманное, нереальное государство, нереальный народ, и они на основании этого хотят уничтожить нас. И мы считаем, они считают, что мы оккупанты. Представьте себе. Я обратился к нескольким министрам, писал письма. Я говорю, давайте устроим конгресс специалистов по всемирной истории. Ни в коем случае не евреев. Возьмите англичан, возьмите, я не знаю там кого, французов, и все, они уже занимаются этой историей, да, чтобы они установили однозначно. Нет такого палестинского народа. Это народ, который был придуман с политическими целями в прошлом, несколько десятков лет назад. И что кому принадлежала эта земля, кто жил на этой земле, на этой земле жили сыновей Израиля. Но почему-то казалось бы, очень простая вещь, о чем говорят, что когда сейчас как бы стало ясно, что те, кто занимались от имени организации объединенных наций финансированием образовательного процесса в Газе, в Иудае и Шумрон, это были хамасники. И поэтому они писали учебники истории, в которых была вот эта ложь. То есть учили просто своих детей. Вот, скажем, если бы их столкнуть сейчас этих детей или уже выросших людей с тем, что они верят просто в чушь, в неправду, чего-то не было. Интересно, какая была бы реакция. Казалось бы, я как бы поддерживаю все эти военные действия, но казалось бы, вот, само по себе напрашивается очень важное действие, прояснение ситуации. Пишут, говорят об этом. Но это как бы, можно просто этот вопрос обсудить в организациях иных наций, да. Взять самых больших специалистов по, я не знаю, по Древнему Востоку, по семитским языкам, все это очевидно, да. Можно ли вот на такой лжи строить, как бы, целые, как бы, военные действия. Они говорят, вот, фри-палестин. Такого понятия нет, нечего освобождать. Палестин не существует, не было никогда. Когда англичане пришли, вот это тоже интересная очень трансформация. Англичане пришли, я говорю, было чудо. Король, Джордж Пятый, Кинг Джордж, который на улице наслывается, да, что-то с ним случилось. И он, значит, сказал своему министру иностранных дел, Бальфору, своему премьер-министру Ллойд Джорджу, известный, да, Ллойд Джордж был известный, министр, премьер-министр, чтобы согласились создать национальный дом для Израиля. Это, как бы, это явление, надо понять, это вообще, как бы, не от мира сего. Это явление какое-то небесное. И вот они опубликовали эту декларацию, признали. А потом, те, кто пришли взамен, сказали, что мы наделали, да. Мы дали евреям землю, чтобы они создавали здесь свое национальное государство и стали все это, как всегда, затушевывать. Во-первых, поделили, как вы знаете, половину земли, которую получила Англия от лиги наций, мандат от лиги наций. Да, ну, Англия была великая держава, ей было позволено сделать все, что угодно. Разорвали Палестину на две части и одну Палестину. Специально привезли семейство Хусейна из Саудовской Аравии. назначили его, то есть создали государство Трансиорданию, искусственное государство, чтобы не дать евреям, какой, какой, звериный антисемитизм, как у этих римлян, да, так и у англичан, они через две тысячи лет продолжили ту же самую, ту же самую позицию. Создали искусственное государство Трансиордании, которое никогда там не было, это Саудовская Аравия. Привезли какого-то князька Хусейна и подназначили его царем. И оставшуюся территорию, то есть Эрот Исрая, назвали Палестин. Знаете, чтобы только не называть ни в коем случае Исрая, хотя это было всем очевидно, что это Израиль, что это Иудея. Знаете, как бы в этом смысле я не говорю, смешно было бы обращаться или апеллировать к совести человечества или к справедливости, потому что это вопиющая несправедливость, вопиющий нож откровенный. Чего нам продают? Нет никакой Палестины, нет никаких палестинцев. И совершенно очевидно есть, я вам говорил много раз, что есть свидетельства очевидцев, которые жили сто лет назад, приходили, совершали путешествия сто лет назад на территории Эрот Исраиль, они говорят, здесь нет людей, это пустая страна. В тот момент, когда евреи были изданы, здесь люди не селились, и вы знаете, что это была пустыня, совершенно бесплодное место. Люди не хотели здесь садиться. А если здесь появляются какие-то административные деления, это все называется Сирией, эта территория называлась Сирией. Прежде всего, кто владел этой территорией? Атаманская империя с 12 века по 20 век. Турция, Атаманская империя, турки. Кто здесь жили? Турки. Турки, всякие смешанные народы и все, никаких палестинцев здесь вообще не было. Самое главное, еще, надо починить этот важный момент, почему бесполезно говорить о создании двух государств на территории Эрот Исраиля. Ну, я бы тоже по простоте душевной думал, что, ну ладно, скажем, они не палестинцы, это все придумано, но живут здесь люди, у них другая культура, у них какие-то другие национальные стремления, ну, дайте им какую-то территорию, как-то договориться, демонитаризировать эту зону, чтобы они жили бы, как-то устраивали. Так вот, их спрашивают, этих тех же самых арабов, лидеров этих арабов, да, как вот вы думаете создать, разделить Палестину, одну часть дать евреям, другую часть арабам, он говорит, ни в коем случае. Все это принадлежит арабскому народу. Евреям здесь вообще нет места, понимаете? Поэтому, как бы, евреи, поэтому теперь, если мы проследим развитие событий о, как бы, в 47-м году приняли решение, организация обменов нации решила, решила разделить Эрот Ислаэль вот на эти две составные части, арабская часть и еврейская часть. Евреи приняли, как бы, по простому соображению, что хотя бы что-то дают, надо взять сейчас то, что дают, потом посмотрим. Арабы не приняли, они принципиальные, потому что в тот момент, когда они принимают эти деления, как будто они соглашаются, что евреям есть какая-то часть, да, не то, что нам, как бы, не то, что им дают мало, нет, то, что их волнует, они не могут согласиться принципиально с тем, что у евреев, у народа Израиля есть какая-то часть вератислаэль. Это принципиальный подход. Поэтому никогда с ними невозможно договориться. Мы готовы, скажем, хотя это ужасно, создать арабское государство на территории. Кто-то из нас готов. Были такие Эудольмер, Эудбарак, они говорили, Шимон Перес, обещали создать такое государство. Но арабы не согласны, понимаете? Им это не нужно. Они просто не могут в принципе согласиться с тем, чтобы у евреев была бы какая-то часть земли. Понимаете? Какое, как бы принципиальное подход. Они принципиально интересны, да? Несмотря на то, что их принципиальность построена на абсолютном невидении и лжи, никогда эта земля не приезжала арабам. Но они принципиальны. Они не готовы, чтобы здесь жили евреи. Поэтому бесполезно не договариваться. И можно сказать, есть там было такое, как бы, даже, как бы, это, так сказать, было великое соглашение Осло, и нашли этого террориста Арафата, который оказался достаточно хитрым и пронырливым. И он обещал, что он не будет вести вооруженную борьбу против Израиля. И на основании этого ему дали возможность создать там вооруженную армию на территории, и так, ну, под названием полиции и прочее, прочее. Но он никогда не сказал, что он не ставит своей целью уничтожения государства Израиля, это где не написано. Потому что он не может это сказать. Потому что они в это не верят. Они требуют и желают, чтобы нас здесь вообще не было. Это их принципиальная позиция. Нужен вопрос? Да. Я задавал этот вопрос нескольким людям, но я до сих пор не понял до конца. Потому что ни одного ответа я не услышал, но у меня вопрос такой, есть ли он, что мы грешим вплоть до того, что, грубо говоря, мы должны вообще прогнать их из этой святой земли, потому что они не соблюдают всем законам Ноха и раньше, когда мы завоевывали эти земли, было сказано, что мы должны всех отсюда изгнать, всех, кто не достоин этой земли. И я не помню еще какие-то критерии, там всем законам Ноха еще какой-то критерий был, но, грубо говоря, ну да. Ну, изначально, да, я просто, знаете, говорят, что вопросы как бы за объективом не слышат, поэтому я примерно повторю ваш вопрос. Значит, вот вы спрашиваете как бы вот все, что как бы все это несчастье, которое на нас обрушивается, это из-за того, что мы не выполнили принципиального и базисного указания Всевышнего. Если вы приходите в эту страну, здесь не должно быть ни одного другого народа. Вы должны их всех изгнать, да, если только не уничтожить. И поскольку мы это не выполняем, вот как бы вот то, что как бы мы получаем. Знаете, это настолько правильно, что здесь просто трудно спорить. Если бы их не было бы здесь, да, то, конечно, никаких проблем не было. Но здесь есть, по-моему, какой-то вопрос очень принципиальный. Если мы при этом должны выполнять все остальные законы, мы же ничего не выполняем. Правда, есть в народе Израиля есть какой-то сегмент, скажем, 25% евреев, которые выполняют законы Тары. Но 75% не выполняют. Что нам надо выполнять законы Тары, начинать с того, чтобы знать. Возможно, да. Но, к тому же, это практически невозможно. Мы практически не можем. То есть, я отвечаю так. Верно, как же, так же, как и арабы принципиально не согласны, чтобы мы здесь находились, мы принципиально не согласны и не можем допустить, чтобы здесь находились арабы. Потому что, во-первых, это невозможно с точки зрения чисто практической. мы уже убедились, как было на прошлой неделе, был теракт в Раанане. Раананы считаются центром Израиля. И вдруг жители Раананы поняли, что они, также есть такое понятие Отеф-Аза, да, там вот, где был этот погром 7 октября. Это поселки, которые находятся рядом с Газой. Это все понимали, что это опасный район. Ждеротов, Аким, все эти кибуцы. Вдруг жители Раананы, центра страны, да, поняли, что они тоже Отеф-Тулькаром рядом проходят все эти границы. Невозможно. Я как-то вам говорил, это Пса-Калаха, можно сказать. Есть известный, был известный мудрец, который спросили в доле Адону, спросили его, можно ли создать два государственные территории Израиля. Он говорит, это невозможно, они нас всех убьют. Все понятно. Поэтому вы совершенно правы. Но мы как бы живем здесь в окружении других народов, мы должны считаться с реальностью. Видите, у нас в Геморе, правда, в Масе Хаценедрин обсуждается так называемые три запрета народа Израиля возвращаться из Галута. Вот мы изгнаны. Оказывается, это не так просто, что вот, ну, мы изгнаны, враги нас изгнали, поэтому мы сейчас должны вооружаться и бороться и снова вернуться в Иссаде. А там это взято на основании Медраж Шираширим. Шираширим там говорится о том, что запрещено народу Израиля выступать против воли других народов. В тот момент, когда они нас изгнали из Иссаде, это не воля этих других народов, это воля Кадошбуруху. Мы не заслужили, мы должны ходиться по разным причинам, находиться сейчас в Галуте. Но сказано, что в тот момент, когда другие народы согласятся и дадут, и разрешат народу Израиля вернуться, уже обязаны вернуться. И это произошло. Известно, как бы, вот когда было принято решение декларации Бальфора, а потом была декларация Бальфора, это все-таки была как бы частная декларация английского государства, английского королевства. А потом, как мы знаем, в Сан-Римо в 1921 году собрался Лига наций, прообраз организации и приняло просто это как международное поставление, что Израиль, еврейский народ может создавать. С этого момента известный мудрец Равмэр Симха из Двинска, то, что называется в то время Гдулядор, он просто постановил и написал, что если до этого времени нам было запрещено организованно возвращаться в страну Израиля, сейчас как бы этот запрет отпадает. То, что написано в Геморе, что нельзя идти организованно в страну Израиля, сейчас это отпадает. Они разрешили нам и поэтому снова возвращаются обязанности митцва жить в стране Израиля. Но, к сожалению, при этом еще многие есть условия, потому что это как бы народ Израиля, это по большому счету на все сто процентов народ Израиля. Поэтому это как бы и вам не случайно не давали четкого ответа, потому что это так как бы в принципе да, но это надо реализовать. Этот принцип надо реализовать. И понятно, что поскольку мы тут говорим для публики, мы не имеем в виду каких-то барбарских действий, убиения, какого-то жестокого изгнания, народы должны понять, что это не их место. И мы можем им помочь. Вы знаете, даже есть такая инициатива со стороны министра финансов финансировать желающим жителям Газы переехать в другие страны, специально выделенные подъемные и прочее, и прочее. Был дикий крик, как же так, это самое, это... А можно сказать, если мы ссылаемся на нашу историю, если мусульмане ссылаются на нашу историю, почему не осталось здесь кнаним, ближайся к наниму, может, сейчас мы будем учить Ишуа Бенуна, пришел в Исраэль, и там есть кнаним, и хризим, и гусим, и все, что с ними стало. А написано у нас очень просто. Всех мужчин надо уничтожить, всех, кто идут с нами с оружием, всех надо... Оставим только женщин. Женщин, которые как бы не девственниц, и маленьких детей. Так что в этом смысле мы как бы совершенно как бы мы не поддерживаем этот, но это было надо понять, это было 3000 лет назад, мы как бы это было бы смешно предъявлять какие-то нормы, которые существуют в этом мире к тому времени. Но факт был фактом. Мы, как евреи, взяли всех этих девушек хананейских и прочих всех этих всем народов там жили. И это они как бы включили свою часть. Вот это как бы с точки зрения Юра сейчас бы наверное Бейдин не пропустил бы, но мы взяли этих девушек и наверное каким-то образом прошли какой-то процесс Гьюра типа Руд Мавиана и сказали что твой народ мой народ твой элоки мой элоки и вот как бы мы евреи носители всех этих народов. Мы как бы вобрали в себе все эти народы. Поэтому никаких к наним здесь не видите арабы говорят так они понимают что с филистинянами у них проблема. Потому что действительно известно что их с 12 века уже их нет. Они правда цепляются на то что римляне называли это Палестиной а англичане Палестин но это чистое название. Они говорят а мы потомки к наним. Но к наним я говорю но к наним не было. Вообще были какие-то к наним к приходу Ишуа Бенуна и потом дальше никого не осталось. Римляне здесь воюют с кем в 70-м году и до этого греки с кем воюют с какими-то к наним здесь только евреи остались откуда куда исчезли эти к наним худо-бедно мы их вобрали мы вобрали их в свою среду мы являемся носителями к нанима как мы знаем это было самое говорят что это было хам хамиты но у нас много хамов в этом смысле я хотел как раз об этом поговорить в плане того что у нас здесь написано в недельной главе в конце недельной главы ну вот евреи обеспечены все народы израиля получил все ману небесную им падает с неба получают пеликанов жареных вообще как бы и вдруг после всего этого и говорят они поели попили все у них хорошо вы обратили внимание что они спрашивают а если среди нас элуки казалось бы ну что вот вот тебе доказательства вот у нас есть элуки а они вдруг засомневались это напоминает известную историю со стоянкой помните с парковкой да человек срочно ему нужно парковаться и нет свободного места и он говорит а там я не знаю возможно даже говорит вот устрои мне парковку мне срочно нужно тем временем какая-то машина выехала у меня освободилась от парковки и все здорово говорит все где не надо мне моя сына чего надо так парковку устроилась а кадошборх мне не помог понимаете так так и тут да в них вроде бы есть небесная масса манн он указал ну вот вот тебе доказательства божьей опеки у тебя есть пеликаны слабо слабо это пеликаны жареные там я не знаю рябчики да и вдруг они говорят а если среди нас элуки непонятно да и после этого что написано и пришел Амалек да только они засомневались если среди нас элуки сразу пришел Амалек да то есть видно что Амалек пришел как не обязательно как и народ да а сомнение в том что есть среди нас элуки это и есть Амалек в тот момент когда ты начинаешь смираться к сожалению это действительно наш главный враг хотя сказано у нас в заключении всей этой истории говорит Мушейн и говорит Кадож Боруху помни что тебе сделал Амалек не забывай об этом но в тот момент знаете говорят а если среди нас элуки я видел недавно программу есть такая программа вот из Рабзильбер за Харцедеким или Врахав есть какая-то русская программа здесь может видели Цвизильбер и он спрашивает одного русского специалиста здорово кажется говорит вот мы спорим между собой вот войну которую мы ведем с арабами здесь это вообще религиозно не дай бог это что религиозная война которую мы ведем или все-таки это политическая борьба то есть он не он боится да он представляет наших российских советских евреев а самую мысль о том что он невольно да но он в таком возрасте что он уже не участвует в войне но его дети и прочее участвуют в религиозной войне сомневаются не хотят чтобы это была религиозная война они готовы бороться за независимость они бороться за безопасность но ни в коем случае они не хотят бороться за право Израиля жить в стране Израиля по указанию Кадошбуру но ничего не поделаешь враг-то борется с нами именно потому что это для них религиозная война есть очень интересная история ну интересная печальная история была взрыв на перекрестке улицы Яфо и Кинг-Дёрдж посмотрите с левой стороны там есть кулинарный какая-то кулинарный магазин продают булки и прочее а раньше это была пиццерия с баром то есть я уже не помню когда это было лет 20 назад туда ходили продавали пиццу кстати невкусная пицца по-моему была невкусная она была под итальянским знаменем там какие-то итальянские думали что это итальянская пицца и значит арабы я не говорю террористы вы знаете я не согласен со словом террористы потому что когда говоришь террористы значит это террористы а это все остальные спокойные все они террористы как уже известно знаете мои дети которые служат в Газе ну и другие тоже говорят что в каждом доме в Газе есть это самый выход из туннеля то есть понимаете то есть это они все как бы участвовали в этой вообще как только сейчас части наших военных сил вышли из Северной Газы сразу из этих подкопов появились террористы все террористы поэтому это арабы не террористы террористы это как бы это какая-то группа людей нехороших нет арабский народ который борется против еврейского мусульмане вот что мусульмане борются против еврейского народа и вот мусульмане взорвали это та самая пиццерию причем это было в я не помню это было в Йомри Шон или в какой-то другой день в свободный день был каникул было очень много людей там я был недалеко рядом в центре урицеля Гринберга известный еврейский поэт правый был взрыв такой я не понял сперва и услышал сирены я вышел на улицу значит это знаете такие вещи происходят мгновенно я смотрю на улице сидят окровавленные люди бегут полицейские я поразился что оказывается есть полицейские засекреченные они достают из кармана у них такая сложенная фуражка написано Миштара полис и бегут массу людей туда вот взорвали взорвали погибло там масса людей есть вот недалеко от нас на кладбище Арам-нухот есть семейные могилы семейства с Хевисхурдер парень который учился у нас в Махонмире из Голландии его дети как бы была большая семья у него один из детей где-то 7-8 детей были убиты там вместе с папой и с мамой интересно там есть рассказ девочки из этой семьи которая спасла семья она говорит мой брат сказал папе когда был этот взрыв страшный папа сделай что-нибудь папа что сделал он сказал и они все там погибли неважно и тогда значит оказалось так что кто устроил этот взрыв значит один террорист ну террорист как исполнитель его одурманили какими-то наркотиками он нес на себе рюкзак взрывчатки он должен взорваться а вела его террористка арабка которая не была одурманена ее задача была только довести его то есть он настолько был уже как бы не себя что если бы просто его пустить он бы не знал куда идти она его довела туда а сам обычный поэтому значит наконец ее поймали арестовали она там сидела несколько лет в тюрьме потом была известна эта сделка с обменом одного дезертира израильского Гилат Шалита на тысячу террористов да этого самого Синвара освободили ее тоже освободили вот было по телевидению значит арабскому телевидению она была героиня да столько евреев убил ее спрашивает интервьюер арабский а почему вы взорвали вот именно выбрали вот этот збар ну можно было сказать что там много людей поэтому это очень удобно центральное место она сказала потому что туда ходят религиозные евреи а у нас война религии представляете себе да говорят устами детей глаголит истина да ну она так не бум-бум дурочка вот злодейка но дурочка она сказала истину да это война религии ничего не поделаешь в тот момент когда ты хочешь принадлежать народу Израиля ты принадлежишь к вере Израиля однозначно хочешь не хочешь но в глазах твоих врагов это так и ничего не помогает вы знаете я не хочу возвращаться к прецеденту катастрофы но там показалось что даже крещеные евреи для них не было никакой разницы убивали всех тот вот еврей ты родился евреем значит ты принадлежишь к этому племени Израиля к народу Израиля поэтому это как бы и вы знаете я сказал своей жене я говорю слушай вот ну зачем мы приехали в Израиль вот шутку конечно сказал зачем мы приехали в Израиль вот как бы вот дети теперь наши на войне мы сидели бы у себя и все ну а ты что смеешься она родилась во Франции она пришла к вере стала верующей исполняющей потому что она приехала сюда в Израиль училась здесь махонора для девушек а я боролся в Советском Союзе за право если бы я там остался можно представить что было бы со мной я говорю старый ненужный никому человек женился бы на какой-нибудь хорошей русской женщине латышки мои дети вообще были бы ну может быть они бы вспомнили что они евреи потому что их папа еврей все дружались то есть ничего бы вообще не было знаете вот как бы почему я так шутку это говорю казалось бы ну действительно иметь детей здесь и жить это опасно да вот как бы я тоже большой патриот Израиля и хочу чтобы мы победили и все это было но с другой стороны дети дети на фронте знаете это опасно вот думаешь каждый раз молишься за них чтобы они спастись потому что это вот это самое было ли у нас другой выход просто не было никакого другого выхода если ты хочешь быть сыном Израиля да ты должен жить здесь да Минахар есть три разрешения выезда из земли Израиля я слышал про четвертое что типа из-за опасности тоже можно уезжать это правда или нет нет такого разрешения нет 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 наоборот обязанность каждого каждого еврея жертвовать своей жизнью для того чтобы выполнить эту митву дело в том что тут мы приходим к заповеди заповеди заселения Израиля Митвад Ишу Верат Исраев эту заповедь до Райта Истары вывел Рамбан Раби Мушем Беннахан мы знаем что Рамбан я думаю что об этом много говорили Яков Мея другие возможно дело в том что Рамбан как мы знаем впервые кодифицировал 613 заповедей и в этих 613 заповедей нету заповедей Ишу Верат Исраев правда в его основной книге Мишне Тора своего рода Шухан Арух написано там что это большая заповедь и большая обязанность жить в стране Израиля и почему потому что как сказал Давид Амела когда мы живем вне Израиля как будто мы служим чужим богам и все но это там у него не записано как митсва истары как 1 из 613 заповедей его продолжитель Раби Моше Бен Маймон тоже Раби Моше Раби Моше Бен Ахман сказал что Раба Рамбам не пропустил одну митсву и он показал это как бы мы сделаем специальный урок показать как он это разработал и показал что есть митсва Деву Райта Ишу Верат Исраев то есть так же как заповедь запрет нарушать субботу вот мы сейчас конкретно в этой разделе знакомимся с запретом нарушения субботы впервые еще до получения тары мы знаем как только перешли Красное море и там был первый бунт а когда же Бурж сразу положил законы тары законы соблюдения субботы и вот так же как законы соблюдения субботы нельзя нарушать если кто нарушает субботу это карет так же митсва Деву Райта это Ишу Верат Исраев правда вот там большая большая разница Ишу Верат Исраэль показывает Рамбат это заповедь не одного человека это заповедь коллективная весь народ Израиля находясь в Галуте должен организоваться и создать армию и создать систему финансирования армии потому что понятно что армия требует провиантов требует вооружения и все это должно быть создано то есть на самом деле должно быть создано какое-то государственное образование обязанность народа Израиля постоянно иметь вот такую организацию военную политическую и экономическую для того чтобы жить в стране Израиля создать себе условия безопасности жизни в Израиле как вы здесь сказали необходимо необходимо создать условия при которых другие народы здесь не находятся это наша заповедь заповедь старая поэтому тут нельзя сказать что это заповедь кто-то отменил конечно можно сказать что если есть пику хнефеш частный то можно есть свинину да если тебя убивает кто-то если но если ты умираешь с голода может быть да тоже можно есть свинину не знаю знаете я вам расскажу как это у меня было я вам рассказал много раз как в лагере в УЛАГе меня поймали что я соблюдаю субботу на заводе не работаю в субботу мне говорит начальник режима майор Федоров он говорит если ты сейчас не пойдешь на рабочее место я тебя говорит посажу под землю и там здесь сдохнешь то есть наверное кто-то его научил говорит жена у него была еврейка но я думаю что это КГБ его научил что есть пику хнеф и что знаете в тот момент когда почему антисимитры пытались салом помазать губы еврея что в тот момент когда ты уже скорбился все уже теперь уже как бы ничего не поделаешь так и вот первый раз нарушишь субботу из-за того что ты боялся что как бы у тебя есть угроза жизни а потом уже ничего не поделаешь все уже а я думаю так на самом деле я знаю что я испеку хнефиш можно если есть опасность скажите человека посадят под землю страшное дело но я подумал так на самом деле он только угрожает я же не умираю молодой здоровый во первых даже если он не посадят под землю не может просто так посадить под землю вот наши бедные заложники находятся под землей и то если вы видели там у них туалет есть какой-то там есть какая-то матрасик и все и можно жить под землей тоже правда если если есть надежда если нет надежды то невозможно жить я говорю никакой опасности у меня нет у меня нет права нарушать субботу потому что у меня нет пику ахнефиш то что он на меня кричит и то что он негодяй это не дает мне права нарушать субботу я ему сказал я ему говорю слушайте вы на меня не кричите я вас не боюсь У меня есть начальник, мой начальник, Кадош Бурхов, он мне не позволяет это делать, он не ожидал. Человеку говорят, посадить подземную. Ну, я понимал, что в карцер посадят. Ну, подумаешь, в карцер. Посиди в карцере. Сидел я в карцере неделю. Посадил мне в карцер неделю. Что такое карцер? Подумаешь. Холодно, голодно. Но ведь радио субботы же не пекоха. Ты же не умираешь, правильно? Человеку нужно. Парочку, ломте хлеба и вода. Вообще-то живее не хочешь. Через неделю они приходят на дирайтер и говорят, что освободился из карцера. Все, можешь идти. В субботу. Куда идти на работу? Я говорю, нет, я здесь лучше в карцере остаюсь. Так это, проморужили месяц в карцере. Они поняли, все. Я здесь приспособился. Все нормально, да? Все зависит. Нет пекоха нефеш. Так и тут, когда человек говорит, я не еду в Израиль, потому что есть опасность пекоха нефеш. Ну, что тебе конкретно не угрожает? У тебя есть обязанность. Я месва. Ты должен рамбан. И никто не отменил, кстати, это заповедь, которую вывел рамбан Рабим Мушебен Ахман. Вот здесь спрашивали, если такая книга. У нас в библиотеке есть книга Тарьяг Митцвод, Рамбан с поправками рамбана. Рабим Мушебен Ахман. Кроме рамбан, это супер-супер, как бы, больше его после рамбама. Рабим Мушебен Наймона. И дальше был рамбан. Больше этого нет. Рамбан, он один из основных посеки в Шуханнарухе. Весь Шуханнарух написан согласно его постановлению. Так что, кто отменял это положение? Я думаю, это не то, что опасность. Если есть опасность, скажите, сказано так, что единственное положение, которое тебе дает право под страхом смерти нарушать, если это публично, ты должен умереть. Вообще, как бы, мы знаем, что есть пику Ахнефеш. Но пику Ахнефеш, это тогда, когда это не носит общенационального характера, не является унижением твоей веры, да, тогда мы уж, как бы, втихаря. Но если это публично, что евреи скажут, народы израиля скажут, ну, для нас страшно, мы погибнем, если мы будем воевать, мы откажемся от все, отказались от принципов веры, отказались от своей веры. Поэтому нет никакой возможности отказаться от этого. Нет, обязан служить в израильской армии, обязан жертвовать свою жизнь, это митсвай из Тары и умирать за нее. Говорят, ну, как бы, изучение Тары – это важно. Чего подобного? В Аллахе написано, да, это все признают, и почему даже Гдуле и Рабаним сейчас говорят в каждой синагоге, в каждой ешеве говорят «твила ле шлом хай лейцар». А ведь, знаете, кто составил это самое? Это составили сионисты, составили эту «браха шлом хай лейцар». Но сейчас все говорят, да, почему? Потому что это мельхемет митсва, это заповеданная война за освобождение страны Израиля. И когда угрожает опасность всему народу Израиля, сказано, даже «хатан юцеми хупато». Жених, кончая самое… Итак, это, к сожалению, происходит очень часто, когда наши солдаты, молодые ребята, после хупы, они сразу отправляются в армию. Насколько бедный папаш не увидит своих детей, потому что они погибли на войне. Это мельхемет митсва. Защищать, насыщенно, «ацалат Исраиль Мияд Цар», защита Израиля из рук неприятеля, это мельхемет митсва де урайт. Поэтому ни к чему. Раньше, когда, скажем, сто лет назад, когда не было у нас такого, мы не выполнили митсву образования, военного образования, политического и экономического, не было возможности выполнить эту митсву. Поэтому в этом смысле ехать в страну Израиль, жить в страну Израиля, это не митсва от Ишуэрт Исраиля. Это хорошо. Это то, что пишет Ромба. Просто жить в стране Израиля, это, конечно, хорошо. Но митсва как таковая, это создать эту организацию, организоваться, объединиться и освободиться из стран Израиля. Это выполнено, и с этого момента никто не свободен. Все обязаны. Ну, конечно, я понимаю, что это может вызвать кривотолки, есть какие-то рванин, которые говорят, что это не так, но, как бы, со мной они могут спорить. С Ромбаном кто может поспорить? Есть люди, которые не знают, что есть такая митсва от Ирайта. Ну, как бы, то, что у мусульман полное невежество, и они готовы умереть за фалестин, который не существует, ну, у нас это, как бы, не самое страшное невежество. Ну, ладно, если для них нет такой митсва от Ишиу варат Исраиль, так мы за них попашем, потому что, знаете что, народ Израиля, это ведь единая масса. Поэтому мы здесь не говорим, ты такой, ты сякой, мы все вместе. Скажем, да, я готов умереть. Когда мы шли на это дело, борьбу за выезд, мы готовы были умереть. Потому что не важно, ну, кто мы такие. Другие есть евреи. Народ Израиля – это единая масса. Так не мы, так другие. Понимаете? Это очень важная идея, очень важное понимание. Я хочу вам в конце рассказать очень, как бы, важные кадры. Есть Арут Шева. Вы знаете, Арут Шева на Иврите, правда, очень много информации дает. Она рассказывает о специальном подразделении под номером 100. Вот у них так и написано, как бы, незаметно 100. Это, как бы, есть спецназ под названием Дубдыван, вишенька. Знаете, есть вишенька на торту. Это такая самая хорошая. Она, кстати, засахаренная, эта вишенка. Она вкусная, потому что там много сахара. Это опасно для здоровья. Вот это такой придумали Дубдыван. Мой сын хотел служить в этом Дубдыване. Уже он сейчас немолодой, ему за 40. Он пришел нам в Дубдыван. Гоняли, гоняли. Ну, здоровый парень. Он вынес все эти самые муштру вперед-назад и все. Потом уже все. Выдохли все. Ну, идите отдыхать. Пошли отдыхать сразу. Встать по команде вперед. Это мы же не можем, командир. Мы уже встали. Он говорит, те, кто встали и пошли, остались все. А мой сын сказал, да ну их с их глупостями. Вообще, кому они нужны, да? Ненормальные люди. Ненормально взяли, да. Из этих ненормальных выбрали особый специалист, здоровый парень, который специализируется на проникновение в самые, незаметные проникновения в самые горячие точки. Они арестуют, они задерживают террористов прямо в кровати, да? И показано, как они приходят. Спрашивают до одного из них, какое ощущение, говорит. А мы приходим ночью к его хойке и лихонечко его так будем. Когда он просыпается, видит, направлено на него дуло, он все понимает. Он не понимает, как мы пришли. А говорит, мы учимся, да не хватит тихо, чтобы никто нас не слышал. Я бы в этом смысле назвал бы их не сто, а знаете, у тигров есть, на лапках есть мягкие подушки, которые позволяют им тихонечко проходить. И вот они как бы в этой войне они потеряли 10 человек. То есть, как же так? Вот такие суперспециалисты, которые действуют бесшумно, которые никто не ожидает, появляются, исчезают. Причем они говорят, они даже переодеваются в животных. Как это переодевается в животных? А говорят, берем двух человек, изображаем осла. Знаете, издалека видно вот как. Чтобы проникнуть незаметно, то есть, если вы видите осла, не исключено, что это вот ребята из подразделения места. Ну, а там в женщин точно, говорят, и в женщин, и видно, показано, вот выходят какие-то женщины-арабки, и вдруг пысками вытаскивают совершенственное оружие, хватает этого, того, кого они хотят, сразу засовывают машину и уезжают. Погибло 100 человек. Почему? В тот момент, когда началась все это катавасия и погром, они не раздумывая, каждое из своего места были, как бы, я не знаю, это Милуием, то есть, они не были в срочной службе. Отправились сами по себе воевать. Ну, понятно, там были ведь засады. Дело в том, что когда они ехали к месту погрома, по обучей дороге стояли террористы и убивали их прямо в машинах. Все равно, как бы, вот эта готовность по первому зову встать и воевать, это, как бы, там, это невероятное качество, которое, вот, я не знаю, я мечтаю, чтобы у меня было бы такое качество, но, к сожалению, уже нет. Вот ваши дети будут такими смелыми и здоровыми. В любом случае, я хотел бы подытожить, когда мы победим по-настоящему, когда мы не будем спрашивать, когда для нас это будет очевидно, когда мы будем действовать и не будем бояться идеи о том, что это какая-то религиозная война, мы что примитивные люди, боюем, что это 15-й век, 17-й век, там, борьба, я не знаю, протестантов против католиков, мы же не такие, мы люди современные, ничего не поделаешь, это истина жизни, потому что религия, как мы знаем, это не есть, там, мацу, или, там, я не знаю, молиться и все, а это знать истину и стоять на этой истине, бороться за нее и вести это всем людям. Нельзя отказаться от истины, это правда. Кто был, Коперник, который сказал, что это так, вы меня можете убить, но это так, невозможно, невозможно это. Я вам расскажу очень интересную историю, но это как бы вне. Был такой известный цадык, раб Ишволеви, Ишволеви, Ион Леви. Я был с ним знаком. И он, к сожалению, знал, чувствовал каждого человека, что с ним происходит, в смысле, особенно, знаете, Шмират Абрит, есть такое положение Шмират Абрит. Человек правильно поступает со своим деторотным органом, не занимается лукостью. Я ему, так, был один такой знакомый парень, хороший парень, и очень, ему никак не мог жениться. И вот, значит, я его привел, я знал, что у Равли, он Леви приходит к Котелю, там в такое-то время, значит, я его привел, и все. И он, значит, идет с ним, и ему говорит, ты должен не давать волю своим рукам. Я говорю, Рав, как ты можешь это сказать? Он такой хороший парень, чистый, и все. И этот Рав говорит, ну, это правда, я должен это сказать. Понимаете, я понял это настолько, что он, это правда, которую не может скрыть, он обязан это сказать. Вот так должна быть наша вера. Мы не играем веру, мы не придумываем ее. Это истина, это правда, мы не можем, мы честные люди, мы должны говорить то, что есть на самом деле. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин